А теперь другой подход к измерению температуры цвета из физики. Мы рассматриваем свет как излучение в видимом диапазоне. Раз так, давайте вспомним, откуда берется излучение. Итак, в предыдущих уроках мы вспоминали британских ученых. Пока Максвелл, вдохновленный трудами Ньютона, изучал свойства света и измерял цвет, другой британский ученый Уильям Томпсон, более известный как Лорд Кельвин, доказал, что при температуре минус 273 градуса по Цельсию движение молекул вещества прекращается. Это температура, при которой не происходит никакого излучения, то есть абсолютный ноль. Хорошая новость заключается в том, что при температурах выше абсолютного нуля любое вещество излучает. Представьте себе, лед, имея отрицательную по привычной нам шкале Цельсия температуру, имеет тепловое излучение. В физике и близких науках температуру принято измерять в Кельвинах, причем, так как говорят, столько-то Кельвинов, даже без градусов. Что любопытно, в эти же температурные измерения попал и цвет. Оказывается, у спектральных цветов тоже есть своя температура, правда, с теплыми и холодными цветами из цветового круга она имеет странное соответствие в обратную сторону. Цветовая температура – это температура абсолютно черного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение. Абсолютно черное тело – это объект, который поглощает все падающее на него излучение без отражения. Чтобы продемонстрировать разницу между абсолютно черным телом и обычным черным телом, мы можем взять скворечник, покрасить его снаружи изнутри черной краской и считать получившийся объект черным. Но отверстие скворечника будет еще чернее. Попавший туда свет многократно отражается и поглощается стенками, и обратно никакие лучи не выходят. А от черных стенок снаружи хоть немного света, но отражается. Отверстие, строго говоря, телом не является, но разницу мы увидели. Мы наблюдаем такие ловушки для света каждый день. Посмотрите днем в окна домов. Если стекло не отражает небо, то оно кажется темным. Можно подумать, что там за окном темная комната. Да нет, комната вполне освещена, раз свет не включили. Просто лучи туда попавшие снаружи там и остаются. А вечером, когда свет включат, обычно закрывают шторы. Так свет от ламп остается в комнате. Вернемся к температуре цвета. В качестве объекта, который будет светиться, представим себе нить накала электрической лампочки. Это, конечно, не абсолютно черное тело, но мы уже перешли от идеальных объектов к реалям жизни. По мере того, как мы нагреваем нить, она излучает все сильнее. С какого-то момента она начинает излучать в видимом диапазоне. Наименьшей энергией обладает красный цвет. С него и начинается видимое излучение. Чем больше мы увеличиваем температуру нити, тем больше будет энергии излучения. И, соответственно, тем дальше будет смещаться цвет излучения по спектру в сторону высоких энергий. Если увлечься и слишком сильно разогреть нить, она порвется. Все-таки лампочка это не идеальный объект. Идеальное же абсолютно черное тело должно продолжить движение вверх по спектру по мере увеличения температуры, остановившись в синей области примерно на длине волны в 470 нанометров. Излучение не достигает фиолетовой части спектра, как видно из этой иллюстрации. О реальных искусственных источниках света мы поговорим в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok